У нас сейчас в гостях Алексей Мельник, со-директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Времени у нас немного, поэтому я сразу спрошу, что могут делать сейчас и украинские власти, и украинские граждане в этой ситуации. Как вы ее называете? Военной? Или это просто внешняя агрессия, оккупация, как вы правильно это опишите? Украина сказала в Совете Безопасности ООН, что это агрессия. Доброе утро, как пожелание и как констатация факта, потому что каждое утро, которое мы просыпаемся сегодня еще пока в мирной стране, без кровопролития, это безусловно доброе утро. То, что вы назвали эти термины, любой из них можно применить к этой ситуации, кроме того, как это называет российская сторона, что это какая-то там операция по обеспечению безопасности. То есть операция по обеспечению безопасности, которая привела или поставила мир на грань Третьей мировой войны, она ничего не имеет общего с безопасностью. Это просто угроза безопасности. Что касается, может быть, краткой оценки ситуации, которые, мои оценки ситуации, которые есть на данный момент, то вот та шагринева кожа дипломатических возможностей, она уже сократилась до какого-то, наверное, небольшого пятнышка. И мы буквально сейчас уже ведем счет на часы, потому что после того, что происходило в течение всей недели, после того абсолютно варварского поведения по отношению замгенсека ООН, то есть миротворца, который пришел помочь не только Украине, он пришел помочь и украинской, и российской стране, если они действительно этого бы хотели. После всего этого есть все основания делать такие выводы. Что можно было бы посоветовать, рекомендовать нашей власти, людям, которые сейчас готовят, принимают решения? Прежде всего, это нужно сейчас выдерживать баланс, который очень трудно выдержать, между решительностью и взвешенностью. Не только в действиях, но и в каждом слове. То есть каждое слово, прозвучавшее сейчас, может иметь эффект разорванной бомбы. Каждая, не побоюсь этого слова, дурная инициатива, которая может быть очень хорошая, но в другое время сейчас может иметь обратный катастрофический эффект. Что еще хотелось бы порекомендовать, чтобы сейчас у каждого руководителя перед глазами был лист, может быть, из трех или пяти пунктов максимум, на котором были бы написаны приоритеты. Это могут быть, например, первое, это стабилизация внутренней политической обстановки, стабилизация экономической обстановки, это восстановление управляемостью государства. И может быть еще несколько пунктов, но это должно быть 3-5 пунктов, не больше. Вы говорите, у руководителя, имеете в виду руководителя государства? У руководителя государства. Потому что я сейчас не вижу смысла нашего государства обращаться к руководителям соседнего государства. И каждое, еще раз я говорю, каждое решение, каждое слово, которое сейчас произносится, оно должно выверяться по этим вот пунктам. То есть если это идет в ущерб вот этим стратегическим целям, этим приоритетам, значит от этого нужно отказаться. Давайте, возможно, какие еще должны быть помимо этого списка того, что нужно сделать, какие могут быть действия сейчас у украинской стороны? Или ожидать какой-то международного участия в первую очередь? Мы сейчас, например, понимаем, что вот та зацепка, то, что, наверное, ну есть вот давление, которое не связано с Украиной, там финансовое, о том, о чем говорит Соединенные Штаты, Европейский Союз. Но также есть желание стран, которые гарантами являются нашей безопасности, согласно Будапештскому договору, посадить за стол переговоров украинского и российского министра иностранных дел, что вчера не произошло. Что помимо этого может делать еще украинское государство? Кроме всего прочего, сейчас должен сидеть круглосуточно оперативный или антикризисный штаб, как хотите это можно называть. Но там должны люди, которые способны продуцировать идеи, и у них должны быть полномочия или выход на тех людей, которые способны реализовать эти идеи немедленно. Если мы до этого говорили, что время работает на нас, потому что шла интенсивная мобилизация мирового сообщества, применялись всевозможные дипломатические каналы, где-то включались уже, может быть, какие-то репрессивные, то есть санкции, то я боюсь, что вот с сегодняшнего дня время начинает работать против нас. Это то, о чем я говорил, об этой шагреневой коже. Потому что с каждым часом возможность дипломатического какого-то выхода и спектр этих возможностей, он очень сильно сокращается. Люди, которые сейчас находятся под прицелом автоматов и пулеметов в блокированных базах, без нормального питания, без сна практически в течение семи дней, они уже проявили, наверное, больше в несколько раз мужества и выдержки, сколько это возможно. Я не уверен, что кто-то может гарантировать, что это может продолжаться бесконечно. Все они живые люди, у них, кроме того, что они вот это вот давление, угрозу на себе ощущают постоянно, рядом находятся еще и их семьи. И это двойное, тройное такое давление на них. Я знаю, что мы с вами говорили о том, что вы на связи с военными, с некоторыми людьми. Какие настроения, в чем они нуждаются сегодня? Я на связи со многими друзьями, которые у меня есть в Крыму, независимо от национальности или языка, на котором мы разговаривали. То есть мы с ними общались и раньше, общаемся сейчас. К сожалению, с некоторыми я перестал общаться, потому что сейчас время, когда нельзя уже говорить в полутонах. То есть сейчас и черное, и белое, это четко. И каждый сейчас должен определиться со стороной. Если ты не со мной, значит, ты против меня. Но те люди, с которыми я общаюсь и которые по-прежнему со мной, они делятся своими впечатлениями, потому что картинка, которая есть на телевидении, она при всей объективности или какая есть сейчас у нашей журналистики, она все равно отличается от той картины глобальной. Чем отличается? Ну как вы бы объяснили? Есть много отличий и вряд ли мы сможем хотя бы там основные вспомнить. Ну хотя бы основные. Ну во-первых, есть свежие данные социологические по Крыму и по всей Украине, которые, если бы у господина Путина были какие-то толковые советники, они бы в жизни ему не посоветовали этого делать. Потому что, например, идея объединения с Россией даже в южных и восточных областях поддерживается максимум 25% населения. То есть он все равно на вражеской территории. Я говорю, вот эта картинка группы людей, которые с флагами там и кричат «Россия! Россия!», это скорее маргиналы. И подтверждают мне люди, которые сейчас в Севастополе, которые в Ялте, вот о том, что это действительно маргиналы. То есть нет такой массовой поддержки, как это пытаются представить. Поэтому есть основания делать выводы о том, что эта операция обречена на провал. Но то, что не позволяет быть очень большим оптимистом, это то, что возможность перехода всей этой кризисной ситуации совершенно на другой уровень, если, не дай бог, начнется стрельба. И потом все наши разговоры или предложения, которые были до этого, они уже становятся неактуальными. Каковы шансы того, что может в другую фазу перейти конфликт? Я вам могу рассказать из своего опыта. Мне приходилось бывать во многих очень горячих точках, в том числе в эмироторической миссии в Югославии. Я месяцами там жил в сербской семье, с хорватами общался. Иногда, когда смотришь на происходящее, возникает такое ощущение дежавю. Потому что, к сожалению, вот эта грань, когда конфликт такой из полушуточного где-то, пытаются там что-то делать, особо не напрягаясь или наоборот. И к моменту, когда это переходит в что-то совершенно иное, эта грань, она очень тонкая. И те люди, которые пережили это все, они до конца не верили. До конца не верили, пока это не произошло. Ну да, многие рассказывали о том, что там все жили в одних и тех же семьях, босники с хорватами, но после этого... И точно так же совсем недавно в Сирии, когда только начинались события, все говорили о том, что нет такого конфликта между алавитами, между суннитами. А сейчас он действительно есть. Отчего бы вы предостерегли сейчас украинское общество? Что может оно сделать? Вот как раз кому бы я и не стал давать советы, так это представителям украинского общества. Потому что то, что сейчас делают люди, это просто невероятно. Я, честно говоря, давно уже так не радовался и не гордился за своих сограждан. Потому что, ну, один просто пример. Когда, например, в субботу была реальная угроза того, что Киев может точно так же оказаться под защитой каких-то зеленых человечков. И буквально без любой команды. Я узнал среди своих друзей, что были предприняты совершенно конкретные шаги для того, чтобы это не произошло. То есть людям даже не надо рассказывать. Они способны сейчас проявить инициативу гораздо быстрее, чем правительство. При всем уважении к тем действиям, которые сейчас происходят в этой сложной ситуации. Я говорю, что я даже не вправе сейчас вставать. Единственное, что я хотел бы попросить. И опять-таки я знаю, что это уже происходит. То есть по максимуму пытаться все-таки общаться со своими друзьями, с родственниками, коллегами по ту сторону границы. Потому что я просто не понимаю, как в России могут не осознавать того, что эта война против них точно так же, как и против нас. Я даже скажу, мы смотрим, следим много сейчас предложений. Сейчас активно украинские граждане собирают деньги. Ну вот это было во время Майдана. Я видела инициативу о том, чтобы телеканалы провели марафон, и украинцы собрали деньги на новые вертолеты для украинской армии. То есть даже такие инициативы есть. Давайте мы, граждане, сами соберемся. Два вопроса. Один о том, что многие говорят, и в частности даже Ангела Меркель, канцлер Германии, сказала, заметила о том, что Владимир Путин действует вне логики. Каким-то образом многие сейчас об этом пишут. В вину в мире он прибывает. Да, он живет в вину в мире. И многие отмечают, что все это, в принципе, не прагматично. Но как в таком случае, возможно, международным организациям, лидерам, да и Украине общаться с другой стороной, которая действует вне логики, вне прагматизма? У меня в другой раз возникает ощущение, что вот эта болезнь, которая сразила Януковича, она вирусная и она передалась Путину. Потому что действительно объяснить его действия, они действительно направлены против него. Ну, я не знаю, какие у него амбиции, какие у него цели. Но то, что это идет во вред всему, что только можно себе представить. Да, там где-то его сейчас возник, рейтинг возрос немножко в России. Но, опять-таки, это настолько временное, а последствия, которые будут после этого, они уничтожат и все рейтинги. Это будет не самая большая потеря. Насколько важно сейчас общение тоже в украинской стороне, не только с Западом, но и с постсоветскими странами? Абсолютно. И как вы заметили, делается вообще что-то в этом направлении? Я лично сейчас, ну, не побоюсь сказать этого слова, я общаюсь, наверное, практически по всему миру. То есть есть очень много друзей в разных странах. И каждая вот эта, как на Майдане было написано, это капля в океане. Но это каждая капля, она может стать критической и сыграть свою роль. А еще хотел сказать по поводу покупки вертолетов за счет граждан. Я думаю, что и так все эти вертолеты и самолеты, они покупаются за наши деньги. И, наверное, все-таки целесообразно, может быть, не столько собирать деньги, хотя это тоже хорошая инициатива. А все-таки продолжать то, что уже делали, это обеспечение или гарантия того, что каждый рубль или каждая, извиняюсь, гривна, собранная в бюджет, чтобы она как раз пошла на то, на что она собрана государством. Срочное сообщение о том, что референдум о статусе Крыма назначен на 16 марта, написал вице-премьер автономии. И также Руслан Тимиргалиев, который является заместителем главы Совета министра автономии Республики Крым, написал у себя в фейсбуке в статусе, что Киев продолжает пугать поднявшийся Крым войсками НАТО, и отмена референдума, забыв, что это полуостров, где расположены два города-героя, Севастополь и Керчь, ваше все шановное панство, не хотите широкой автономии, тогда Крым, возвращайся домой, здравствуй, Россия. Я не о комментариях спрошу, а о вот этом референдуме в 16 марта, то, что он будет так срочно созван, что это означает? Новость, которой там нет, я думаю, что поздравления Путина будут уже заготовлены накануне, потому что это понятно, что этот референдум, он абсолютно не будет соответствовать или не будет отражать мнение крымского населения, потому что, опять-таки, есть социологические данные, есть то, что там поддержки, то, что запланировано, этой поддержки не будет. То есть это будет явная фальсификация, и я уверен, что результаты референдума будут нарисованы как минимум за несколько дней до проведения референдума. Нет разницы. Ну, даже возьмем технологически все это провести за такое короткое время невозможно. Это просто как одна из строчек вот этого технологического плана, которые расписаны не более того. И последнее, я знаю, вы торопитесь. Здесь у нас в гостях Алексей Мельник, со-директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Вот ночью я читала Генри Киссинджер, бывший госсекретарь Соединенных Штатов, написал такую статью о том, что Украине в данном случае лучше не нужно писать заявку в НАТО, потому что это, наоборот, будет каким-то заявкой о конфронтации. И многие тоже, там, аналитики западные говорят о том, что Путину для того, чтобы уйти, все равно нужно как-то сохранить лицо и нужно пойти на какие-то уступки в итоге. Будут ли это международные наблюдатели, международные войска, что угодно. Но просто так они не уйдут. Что делать? Как к этому относиться? Я согласен с тем, что вы сейчас сказали, вернее, процитировали. Во-первых, что касается НАТО. Первое я хотел бы напомнить то, с чего я начал. Что любое действие, которое сейчас предпринимается, оно должно быть выверено по тем приоритетам. То есть это однозначно только ухудшит ситуацию. Даже если сейчас все очень, ну там, больше половины населения поддерживает это. То есть это ухудшит ситуацию. Поэтому этот вопрос, его нужно снять с повестки дня и не поднимать. Если мы не хотим дестабилизировать эту ситуацию. Второй вопрос, это нетехнологично, потому что НАТО не может принимать в свои члены страну, у которой есть территориальный конфликт с другим государством. То есть это формально они не имеют права это сделать. То есть этот вопрос нужно снять. Что еще он говорил, напомните. Ну о том, что нужно какие-то, это уже говорили, я не помню, по-моему, послы Соединенных Штатов. Там целая была группа, которая написала о том, что Путину нужно сохранить лицо. И на какие-то уступки придется пойти. Да, по поводу Путина сохранения лица. Значит, в любом случае, как вы знаете, даже какое-то невинное животное, то нельзя загонять в угол, потому что оно потом начинает очень агрессивно себя вести. Особенно нельзя загонять животное, у которого в руках ядерная кнопка. И если уже идет целая серия действий, которые абсолютно логичные и непрогнозируемые, то тем более нельзя загонять его в угол. Но вопрос только стоит в цене. Что можно, чем можно, образно говоря, купить Путина? Если это цена Украина, то я, наверное, не согласен на это. Но то, что нужно до последнего пытаться все-таки найти компромисс и предлагать ему какой-то выход для того, чтобы он хотя бы перед своим населением мог в России отрапортовать о том, что он частично... Защитили там. Спасибо вам огромное, что уделили нам время. Надеюсь, что там я могу...